Стук молотка, шум бензопилы. Коммунальные службы ведут активную работу по оборудованию официальной купели. Ну а самарских моржей даже это не останавливает. Медом не корми, лишь бы искупаться. Ольга Брусянцева занимается моржеванием всего год. Женщина говорит, все страхи у людей в голове. В этом деле главное – душевный настрой. При погружении важно расслабиться, по-настоящему наслаждаться процессом и контролировать дыхание. А самый кайф наступает, когда выходишь из ледяной воды. Тепло, становится еще теплее, кровь разгоняется. Радость жизни, что самое главное – счастье. И резервы все внутренние запущены в новый день. С радостью, с любовью в сердце и с благодарностью. 28 лет. Именно столько ныряет в прорубь Елена Брагина. Верит, процедура оказывает положительное влияние на здоровье. После купаний она еще ни разу не простывала. На морозе тело приятно покалывает, чувствуется прилив бодрости и даже некоторое просветление. Перед тем, как приступить к процедуре, Елена всегда настраивается. После купаний моржи спешат погреться. На полевом спуске для них оборудовано специальное помещение. Здесь есть все для удобства – лавочки и комфортные места для переодевания. Однако медики предупреждают – погружаться в холодную воду можно только тем, кто абсолютно здоров. Людям старше 75 лет, детям и беременным женщинам от процедуры лучше отказаться. Находиться в холодной воде можно не дольше 16 секунд. При этом желательно готовиться к погружению за 2-3 недели, чтобы для организма процедура не стала серьезным стрессом. Принимайте контрастный душ или делайте ванночки для ног, только без фанатизма. Что вы тут делаете? Загаляемся! Также до и после купаний нужно отказаться от приема алкоголя и заранее подкрепиться. Тогда у организма будут силы и энергия. Не пренебрегайте советами врачей и будьте здоровы! Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.